Немного напомнить вам Кто в это время успел прочитать Сначала до конца Что случилось? Мы на Луне находимся Мы читаем это послание со всей общиной Я хочу вас воодушевить Чтобы вы особо уделили время изучению этого Потому что Петр пишет евреям в диаспоре Слава Богу, мы вернулись в диаспоре Но у многих все еще есть мышление о диаспоре Поэтому очень здорово и правильно читать первое послание Петра Несмотря на то, что он обращается к евреям Неевреям это тоже полезно слушать Потому что написано, что через Иешуа И неевреи тоже присоединяются К призванию Израиля Не Петр, а Шауль говорит, что вы были далеки Но через кровь Иешуа Мессии Вы приблизились и стали одним народом И наследуете те же благословения Я благодарю тебя, Отец Что у нас есть Твое Слово Которое может сближать народы Намного лучше, чем это делают политики И намного лучше, чем политики Приближать народы друг к другу и к небесам И мы в этом послании научились тому Что в мире есть тьма и свет И это наше старое учение И также всего народа Израиля Что во время Вавилона произошло падение всех народов И Бог избрал Авраама И дал ему быть светом для других народов И от него произошел народ израильский Бог дал Тору и пророков И все благословения свои Но эти ошибки существуют также и в народе Израиля И мы также помним из Евангелия от Луки Что когда родился Иешуа И его принесли в храм И праведник Шимон взял его на руки И провозгласил для него пророчество Он сказал Этот маленький ребенок Ты маленький ребенок Будет великим Он будет свет к просвещению язычников И он вернет славу народу своему Израилю Поэтому в первом Петре мы учим Как воскресение из мертвых Иешуа Возвращает славу Израилю И он также дает направление И открывает свет для всех язычников И для того чтобы они увидели свет с небес И присоединились к этому свету И Иешуа Он предупреждает язычников И Ти за той истиной Которую говорит Иешуа Это я хочу вам напомнить То о чем мы изучали уже И когда человек Находясь в какой-то области Возрастает И его среда влияет на него Таким образом он видит весь мир Например если у вас есть дети И вы позволяете дурному окружению Влиять на ваших детей Тогда будьте уверены Что ваши дети Очень много Наделают ерунды И очень важно Смотреть в каком окружении Находятся ваши дети И также свое собственное окружение То что мы изучаем На что мы смотрим О чем мы думаем Окружение Петра И всех евреев Которые жили в то время Это была простая жизнь Не было много времени В интернете Совсем чуть-чуть Но они изучали Тору И когда я читаю Первое Петра Как другие послания И другие письма В Новом Завете То я чувствую Что здесь находятся Эти послания Писались под влиянием Недельных чтений Которые мы читаем Каждую субботу Например Я хочу проверить вас Как вы чувствуете Святые Писания Я дам вам пример Вы помните Например Послание Якова Есть там Там красной нитью Проходит Тема про наш язык Наш язык Как мы разговариваем Какая недельная глава Связана С языком То есть Митсура переводится Как говорящий Плохое зло И там Яков Очень сильно говорит о том Что с нашего языка Могут сходить Как добрые Так и злые вещи И Ишуа учит Что с одного источника Не может течь Горькая и сладкая вода Но с нашего языка Совсем по-другому И поэтому Мы здесь почувствовали Что Яков Очень сильно На него повлияла Недельная глава Митсура А когда Петр писал Своё послание Как вы думаете Какая недельная глава Повлияла на его Письменность? Здесь есть Про возглашение С Левита 19 главы Порошат Шавуа К души Будьте святы Как я свят Посмотрите В первой главе Самое написано И вся проповедь Петра Связана с этой темой Если вы слабы То Ишуа даст вам силу Постарайтесь Быть более святыми И мы На еврейите Слово святой Это слово отделенный Посвященный для кого-то Но в концепте Тора Кадош Святой Не отделенный Если вы откроете Левит 19 главу Там очень ясно Написано Если вы хотите Быть святыми То во-первых Почитайте Отца Своего И Мать Свою Не поклоняйтесь Идолам Почитай Господа Бога Своего Будь уважительны Друг к другу И милостивы К бедным И это то же самое О чем Петр Говорит здесь Когда неделю назад Мы изучали Про мужчину И женщину В третьей В третьей главе Он пишет об этом Там написано Что жены Должны поступать Так и так И там написано Что женщина Должна Облачаться В мешок Правильно? Почему нет? Дешево И сердито Почему нет? Дешево И просто И ничего не видно Естественно Нет А ударение Не на это Понятно Что нужно Закрывать То что нужно Закрывать Но если Женщина Плохо одета Это стыд Ее мужу Но там Петр Указывает На другую Недельную Главу Но там Он указывает На жизнь Сары На недельную Главу Как вы думаете Сара Одевалась В мешок Авраам В то время Был на уровне Билла Гейтса Сегодня Он был Очень богатым Человеком Но если вы Посмотрите По телевизору На жизни Билла Гейтса Он не Хвастается Он Человек Скромный Он очень Много денег Жертвует На Благотворительность Это то Что мы Также Изучали Про жизнь Авраама Я уверен Что у Сары Было Много Денег Чтобы Красиво Одеваться Но Внутреннее Состояние Сары Было Намного Важнее Чем Вся Ее Одежда Потому Что Как Ее Муж Она Также Любила Принимать Гостей И Также У нее Была Она Оказывала Честь Своему Мужу И Она Была Очень Открыта Для Святого Духа На Этам Именно На Этам Женщины Вы Должны Сосредотачиваться Одевайтесь Красиво Но Пусть Ваш Преоритет Первый Будет На Святом Духе На Мудрости Внутренней И На Том Что Есть Вашем Сердце И Вот Настолько На Петра Повлияли Эти Две Недельные Главы Ха И Душим Что Он Продолжает Эту Тему В Четвертой И Пятой Главе Мы видим В конце Третий Главы Ширли Ам от יכולа לקрой 16 17 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но святые Писания говорят не об этом. Продолжение следует... И не говори, что я праведник, потому что Ишуа за меня умер. Все это мы видим и в посланиях Павла, и в посланиях евреям. И Петр также говорит об этом. И в посланиях евреям лучше и сильнее написано... Там написано, что если мы, будучи верующими, продолжаем грешить, то мы пренебрегаем жертвой Мессии и Его им самим. И очень стоит нам задуматься об этом. Будьте святы. Постарайтесь быть примером. Если вы слабые, если у вас есть проблема с языком, то молитесь, и Бог даст вам силу. Есть очень ясное обещание. Я хочу продолжить читать. И мы сейчас прочитаем одну тему, которую всегда люди не совсем понимают. И в третьей главе с 18 стиха написано... И в третьей главе с 18 стихом, Потому и Машеах, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Был умерчлен по плоти, но ожив духом, которому он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал, некогда непокорным, ожидавшим их Божью долготерпению, в одни ноя во время строения ковчега, в котором немногие спаслись, то есть восемь душ спаслись от воды. Так и ныне подобное... 21 тоже? Да, можешь. Так и ныне подобное сему образу погружения не плотской нечистоты, а мытья на обещание Богу доброй совести спасает воскресением Ишуа Месси. Мы прочитали здесь две вещи, что произошло с Ишуа, когда он умер, и немножко о водном погружении. Я думаю, что эти два пункта очень важны. И есть много непонимания. Во-первых, первую тему, что Ишуа умер, спустился в преисподнюю и там проповедовал, очень сложно понять. Каким духом он говорил? В классическом толковании есть как минимум два-три понимания разных. Первое понимание, что это возможно те ангелы, которые запутали людей. И написано в бытие шестой главе, что сыны Божьи, ангелы, спустились на землю и спутали людей. И согласно книге Еноха, они находятся в заключении. Другое мнение, что это те души, которые умерли во время потопа. И это огромное количество людей. Начиная с сотворения Адама до потопа, когда Ной жил, прошло полторы тысячи лет. Помните, сколько они жили тогда в то время? 700, 800, 900 лет они жили. Согласно современной статистике, 200 лет назад на нашей земле был миллиард людей. Сколько сейчас людей живут на земле? Где-то от 7,5 до 8 миллиардов. За 200 лет Несмотря на многие войны, на многие землетрясения, на очень много болезней, мы увеличились в 7 раз за 200 лет. А те ребята там жили по 800, по 900 лет. Они ботух, что они могли или гверить ладить в маке их от 2-3. Я думаю, что женщины были настолько там здоровы, что за один присест они двоих-троих детей рожали. А сейчас женщины примерно к 40-45 годам уже прекращают рожать детей. А там до 800 лет каждый год. И еды много было. Если мы простой подсчет сделаем, может быть, где-то 50 миллиардов жил. И потоп их стер с лица земли. Потому что это был очень развитый народ и мы далеко от них стоим сейчас. Но из-за греха все хорошие вещи они обратились во зло. И написано в Бытие 6 главе что земля наполнилась злом. Поэтому Бог судил их. И возможно, что Ишуа сошел в преисподнюю и проповедовал этим людям. можно толковать до завтрашнего дня. Очень сложно действительно это понять. Но что мы понимаем с этого стиха? Что Бог смотрит на каждого. И что наша жизнь записывается в небесной книге. И Он смотрит за каждым человеком. и каждый даст отчет. И давайте мы лучше будем учиться на ошибках других. А потом Петр переходит к водному погружению. И Он говорит мы погружаемся в воду с обещанием что мы будем в доброй совести служить Господу. И здесь есть тоже несколько проблем. Во-первых, это связано со словами Ишуа. В Евангелии от Марка Ишуа сказал кто будет веровать и креститься спасен будет. И здесь у нас возникает несколько вопросов. А тот кто поверит и не успеет погрузиться в воду. Потому что и такое происходит. Или что такое водное погружение? Мы в виде исключений можем развивать широкие темы. Но если мы говорим про классический путь, Ишуа сказал и Петр укрепляет его слова что каждый верующий в один день должен погрузиться в воду и провозглашением что он готов идти за Ишуа. Это как приблизиться и соединиться с ним. Соединиться с ним и прилепиться к нему. потому что написано в других местах Святых Писаний когда мы с провозглашением опускаемся под воду то мы соединяем себя со смертью Ишуа. Даем Богу убить наше внутреннее грешащее тело. И когда мы встаем из воды то написано на нас подписано что этот человек прилепился к воскресению из мертвых. Про него провозглашено что сила воскресения из мертвых работает в нем. Что-то в этом роде. Опять-таки можно много говорить. Но я хочу сказать всем вам что возможно кто-то из вас не прошел водное погружение. Поэтому важно сделать этот шаг. Вы обязаны это сделать. Ишуа заповедовал и Петр укрепил это. И возможно кто-то вас может напугать что это христианская традиция. Вы знаете нет более еврейской традиции чем погрузиться в воду. И поэтому Петр говорит здесь о временах Ноя потому что это началось до этого. И также в традиции храма. Когда священник приступал к служению Богу до этого он проходил погружение в воду. И это была та же идея и та же цель соединиться со святилищем. Поэтому здесь когда мы проходим водное погружение во имя Ишуа Мессия мы соединяемся с нашим Господом в его смерти и в его воскресении из мертвых. Если кто-то говорит Леон продолжи и дальше потому что мы это уже прошли я могу сказать вам что всегда очень полезно напомнить. Сейчас мы прочитаем четвертую главу. Первые пять стихов. И так как Машиах пострадал за нас плотью то и мы вооружившись той же мыслью ибо страдающий плотью перестает грешить. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям но по воле Божьей. Ибо довольны что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой предаваясь нечистотам похотям мужеложеству скотоложеству по мыслам пьянству излишеству в пищу в питье нелепому идолослужению. Почему они не удивятся что вы не участвуете с ними в том же распутстве злословят вас они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Эти стихи не нуждаются в толковании. Посмотри сам что здесь написано. Если ты чувствуешь что здесь про тебя говорят тогда покайся. и посмотри что в современном мире все о чем здесь написано сейчас тебе подают на блюде. И то что святые писания называют нельзя. Сегодня говорится про толерантность и свободный выбор. Но Бог свое мнение здесь сказал. И апостолы укрепили его мнение. И мы будем дураками если мы будем говорить что-то другое. И в конце это я обращаюсь теперь к тем кто является старейшинами или пасторами среди вас. Ведь я такой же старейшина и свидетель страданий мессии разделяя его славу которая должна вот-вот явиться по сите веренное вам божье стадо заботись о нем не по обязанности но по доброй воле как так как это делает Бог не из корысти но из истинного рвения не как люди которые господствуют на теми кого верил им Бог но служа примером для стада и тогда когда явится пастырь получите награду и вы молодые подчиняйтесь старшим и все служа друг другу облекитесь всемиренно мудрее потому что Бог противится гордым и так склонитесь смиренно предмогучей десницей Бога и Он в свое время возвысит вас все заботы возложите на Него ведь Он печется о вас будьте трезвы не спите противник ваш бродит как рыкающий лев здесь эти стихи говорят про старейшин про лидеров общин возможно я неправильно делаю что говорю это на собрании возможно об этом нужно говорить на лидерском собрании но всем также стоит знать потому что каждый где-то является лидером или в своей семье или в другом месте здесь нам нужно служить с удовольствием с желанием но иногда как пастор общины я могу вам сказать иногда желание служить лидеру старейшине можно испортить очень просто и кто портит это скажите обычно любимая община портит и как можно это испортить пренебрежение когда вы пренебрегаете это самый лучший способ испортить желание лидера служить вам к моему большому сожалению сейчас в свободе возрастающей которая происходит во всем мире люди меньше уважают власть пастора и я могу сказать точно и бог мне свидетель что ни я ни Дима ни Женя ни Исаак никто не хочет властвовать здесь я репатриант из бывшего Советского Союза и мы там знаем что такое власть и диктатура я ненавижу диктатуру я ненавижу заходить в личную жизнь человека и манипулировать ей но когда ты хочешь помочь или исправить человека и тебе улыбаются или пренебрегают твоим советом тогда это очень уменьшает мотивацию я хочу это вам сказать чтобы вы это тоже поняли мы очень хорошая община я не знаю много других таких общин я неделю назад сказал вам 70% нашей общины служат такого обычно нигде нет это очень большое дело но когда мне начинают говорить то же самое мне скучно мне скучно если тебе очень скучно так подойди тебе работу найдут нам нам всегда не хватает людей в студии если если вам скучно то мы вас научим чтобы не только один Миша там постоянно сидел чтобы люди менялись можно поливать цветы на патию обычно Алла с Ниной только это делают но есть очень много людей которые могут исполнять эту простую задачу есть что делать очень просто сказать мне скучно потому что возможно ваша голодва занята другими вещами но это очень здорово для души и тела и для семьи и для вечного будущего если вы приходите и служите и здесь написано сделайте это с удовольствием как на евровидении говорили басаба ребят ребят в этой системе которая сейчас слава богу где-то 30-40 лет в Израиле в управлении благотворительными организациями нет такого что кто-то может наслаждаться вашими деньгами поэтому когда мы хотим помочь мы просим вот такую кипу бумаг подписать и когда говорят это наши деньги будем делать все что хотим невозможно это сделать потому что Петр написал то что он написал я уверен что в министерстве юриспруденции в Израиле прочитали первое Петра и на этом основании сделали приняли этот закон написано что те у которых меньше власти и которые более в низком положении стоят слушайте то что вам говорят и иногда у старейшин есть право сказать вы говорите что когда у меня есть нужда когда у меня есть нужда то я тоже обращаюсь к старейшинам я говорю молитесь за меня это всегда работает когда ты смиряешь себя перед теми которые стоят отвечают за Божьи стадо тогда Бог дает ответы я хочу завершить на этом я хочу сказать кое-что в конце силы шеха высвобождены для нас то время в котором мы живем сейчас приближается к его пришествию неделю назад я дал пример когда женщина беременеет вначале нет никаких внешних признаков но потом видят и это значит что время в котором мы живем показывает что его пришествие приближается если есть слишком много препятствий те которые принадлежат группе нашего искупителя у нас есть право приблизиться к той силе которая воскресила и мертвых и почувствовать это сегодня намного сильнее чем 10 лет назад и исправиться и повлиять на этот мир и сейчас я хочу завершить давайте мы встанем и вместе помолимся отец наш небесный благодарим тебя за твое слово которое исправляет нас которое открывает нам глаза и внутреннее и внешнее я молюсь за каждого чтобы дух святой дал нам возможность прочувствовать и принять силу Yeshua и помоги нам идти в этом мире в надежде на тебя благодарим тебя за все Господь благослови нас во имя имя и со вами